Сегодня в выпуске Семён расскажет о готовящемся обновлении, я расскажу о футболе, а чемпион даст несколько советов по игре. Привет, танкисты! До 22 июля осталось совсем немного времени. И с видеоприглашениями на конкурс «Welcome, танки» пора поторапливаться. Первые ролики уже начали приходить, но вы запросто можете лучше. Ещё раз коротко о конкурсе. Собирайтесь толпой танкистов в вашем городе, придумывайте и снимайте крутое видеоприглашение и присылайте его нам. Не победите, так хоть познакомитесь. Если ваше видео окажется лучшим, «Танки» онлайн приедут в ваш город с визитом и кучей подарков. Не затягивайте! Всем привет! Совсем недавно завершился турнир «Тео Клан Хард Кап», организованный сайтом «Тео Клан». И у нас есть чемпионы. Все бойцы клана «Машин Дэс» на минувшей неделе получили новейшую краску «Кобальт». Капитан команды «Технодед» — наш сегодняшний бывалый. Сложно представить лучшего советчика. Смотрим и учимся! Всем привет! С вами «Технодед». Сегодня мы обсудим защиту базы при игре на флаге. Сразу оговорюсь, эти советы будут исправно работать только в случае слаженной игры всей команды. Разберём на примере двух карт и начнём мы с «Ерпухова». Играя за красных, на флаг следует ставить «Мамонты» и «Смоки». С выбором корпуса всё очевидно. Большая масса, много хп, а высокая скорость не нужна. «Смоки» на эту позицию берём за универсальность. Высокая дальность и скорострельность. Хорошие удары криты. Рядом с основным защитником за домиками ставьте «Изю». Лечит, растужает, размораживает и дамажит, если нужно. За этим домом прячется «Фриз», который обездвиживает все вражеские атаки. Также в дополнение к твём защитникам нужен один полузащитник на рельсе. Передвигаясь по всей возвышенности, он на защите поможет и атаку поддержит. За синюю сторону немного иначе. На флаг ставим «Титана-Вулкан». Здесь ездить придётся чуть больше, поэтому «Титан» предпочтительнее «Мамонта». Плюс столкнуть его с лагой ещё сложнее. Вулкан же, благодаря дальнобойности и способности толкать лёгкие корпуса, подходит идеально. Рядом за стеночкой «Фриз», который останавливает атаки и остужает «Вулкан». За центральным домиком ставим «Изиду». Её задача – лечить дейферов и встречать своих флагоносцев. Рельса поддержки работает на бровке за скалой. Вы наверняка уже заметили, что все защитники, кроме основного, используют «Викинг». Это неспроста. Он идеально подходит для защиты по совокупности скорости и брони. Переходим к «Бобруйску». Карта не самая популярная, но тактически очень интересная. Если вы до сих пор не играли на ней, обязательно попробуйте. За красных главный защитник берёт «Мамонта» смоку и встаёт прямо на флаг, чтобы исключить внезапной воз. Смоки на этой позиции, кроме перечисленных достоинств, поможет сбивать прицел вражеским дальнобоем, которые будут пытаться вас дамажить из-за моста по центру. В остальном аналогичный сетап у за красных на Серпухове. «Фриз» сюда, «Изиду» сюда, а рельса поддерживает источники рядом с этим подъёмом. Защитный сетап за синих почти полностью повторяется, что и на Серпухове. «Фриз», «Изида», рельса. «Лукан» же устанавливается на «Мамонт». Здесь более важна живучесть. В татчике на этой базе есть один особый момент. «Мамонт» находится в очень простреливаемой зоне, поэтому «Изида» лечит только его и встаёт на флаг, если «Мамонты» всё же подбили. При условии полной загрузки битвы, то есть 10 на 10, такая расстановка сил, по ему мнению, идеальна. Зарашить вашу базу будет очень проблематично. На этом у меня всё. Играйте сообща. Всем пока. Пока одна часть наших разработчиков доделывает ДМ-турниры, другие программисты уже готовятся взяться за очередное обновление. Оно будет комплексным, то есть состоящим из нескольких частей. О первом этапе расскажем прямо сейчас. Бравая команда программистов и дизайнеров по главе с Семёном Стрижаком готовит к выходу новый магазин. Главные цели этого обновления — расширить возможности для покупки и сделать этот процесс понятнее и удобнее. Для начала мы немного изменим интерфейс игрового лобби. Кнопка ежедневных заданий переедет в правую часть, где ей место. А кнопки «Купить» и раздел «Покупки премиум» аккаунта будут объединены в одну — «Магазин». Новый магазин в сравнении с текущим выглядит как витрина. Только плашки с товарами, никаких отвлекающих кнопок и больших объёмов текста. На первых парах ассортимент останется привычным — пакеты кристаллов и премиум аккаунт. В будущем мы будем добавлять в магазин новые пакеты, которые будут включать в себя припасы, пушки и корпуса на особых условиях, и даже уникальный контент. Например, краски, которые можно будет купить только здесь. Само собой, такие покрытия будут продаваться только после разделения красок и резистов. Мы всегда придерживались и продолжаем придерживаться такого принципа, что любое вооружение в игре можно заработать в боях. Без доната. И ещё одно, казалось бы, скромное улучшение. Если вам выпадает карта «Двойной кристалл», все кристальные её бонусы будут учтены в предлагаемых пакетах, а их цвет сменится с зелёного на красный, чтобы вы точно знали, что делаете покупку с выгодой. Перечисленные обновления магазина — лишь первый этап. Об остальных изменениях мы будем вам рассказывать по мере их готовности. С самого начала работы у нас был план, которого мы придерживаемся. Обновление увидит свет летом. Этим. Футбольные болельщики, пристально следящие за УЕФА 2016, уже в курсе. Для остальных поясним. Команды Португалии и Франции в финале чемпионата Европы по футболу. С чем мы поздравляем их соотечественников и танкистов, купивших краски за них. Финал состоится в воскресенье, тогда мы и узнаем имена победителей. К сожалению, сборные Уэльса и Германии выбыли из гонки за чемпионство. А вместе с ними растворились и надежды их танковых болельщиков. Все, кто купил краски за них, получат по 25 единиц каждого припаса. Они, как и остальные призы, будут начислены с 3 до 4 часов дня 11 июля. Время, конечно, московское. Видео недели. В прошлый раз тема была незатейливой. Игра на Рио. Смотрим лучшее видео из присланных. К следующему видеоблогу сделайте что-нибудь красивое на ночной карте. Включенные эффекты приветствуются. Друзья, рубрика «Вопрос недели» со следующей недели будет микропрокачена. Изменений будет ровно два. Первое. Рубрика вновь переедет в состав видеоблога. И второе. Поменяется принцип приема ответов. Мы сделаем специальную форму, в которой вам нужно будет указать свой ник и правильно ответить на вопрос. Победителей, как и прежде, будет двое, а выбирать мы их будем случайным образом. Больше никаких лайков и накруток. Выиграть сможет абсолютно каждый, кто правильно ответит на вопрос. На этой неделе еще все по-старому. Перейти к вопросу недели вы можете из аннотации в конце выпуска или по ссылке из описания. На этом все, друзья. Играйте в танки, болейте за футбол. Увидимся ровно через неделю. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова